Новосергиевская центральная районная больница с декабря 2010 года выполняет функции травмоцентра второго уровня. Сюда привозят пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на близ расположенных трассах. Для оказания первой помощи на месте аварии и доставки пациентов ЦРБ оснащена реанимобилем. Он обеспечен противоожоговым, реанимационным, травматологическим наборами, а также следящей техникой. Есть очень хороший вакуумный матрас, которого до настоящего времени у нас не было. То есть он помогает нам, если страдавшие с многочисленными переломами, травмами таза, то есть конечностей, просто мы его укладываем на этот вакуумный матрас. Он создает гипс и все. То есть в таком положении мы любое положение больному придаем и он так у нас транспортируется. В самой больнице установлен компьютерный томограф, с помощью которого можно провести качественную диагностику. На новой технике уже выполнено более 500 исследований. В операционной хирургам помогает СДУГА, рентгенаппарат, под контролем которого производятся оперативные вмешательства. В течение года мы получали оборудование для него. В конце декабря установили компьютерный томограф и транспортный центр заработал. 27 пострадавших в ДТП уже пролечено медиками Новосергиевского травмоцентра. В особо тяжелых случаях на помощь приглашаются специалисты областной клинической больницы. Областной службе санавиации почти 80 лет. Начинали дежурство самолеты У-2. Теперь доставку медиков осуществляют как наземный транспорт, специально оборудованные автомобили, так и воздушный. Вертолеты Ми-2, Ми-8, К-226. В этом году эти машины выезжали в районы области 195 раз и вылетали 22 раза. Последний полет в Новосергиевскую ЦРБ. Вместе с нейрохирургом областной больницы Леонидом Левашко, министр здравоохранения Оренбургской области Сергей Жуков. Задача врача – консультативная помощь. Задача министра – оценка работы службы санавиации. Менее чем через час вертолет со специалистом на борту приземлился в Новосергиевке. Сейчас доктор осмотрит больных и примет решение – оказывать помощь на месте или отправлять пациентов в Оренбург. Пострадавших двое – женщина и мальчик. Они получили тяжелые травмы головы. Первая помощь оказана. Дальнейшее лечение решено обсудить с нейрохирургом из областного центра. Вот эту руку поднимите вверх. Так, опускайте ее. Так, голову сюда. Вот сюда, подбородочку. Вот так. Где больного? Ну, где держу. Вот где держу, да? Да. Здесь уже не первый раз. Мы приезжаем сюда. Раньше было. Привозили свой аппарат «Эхо». Начинали вот тут с докторами совместно думать, как, что, какие дела, снимки. А здесь, понимаете, уже больному выполнена компьютерная томография. Значит, обоим выполнена пострадавшим. Мало того, что эта компьютерная томография, она работает в нескольких режимах. Мы можем посмотреть отдельные кости, состояние мозга, состояние ликварной системы, если необходимо, состояние сосудов мозга и так далее. Как раз все это было сделано. После осмотра больных доктор Левашко рекомендовал продолжить лечение мальчиков ЦРБ, а женщину отправить в областной центр для проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств на базе специализированного отделения. Я ставил какую задачу? Проверить все звенья организации и эффективной работы санитарной авиации. Это насколько быстро срабатывает диспетчерская служба, как организован вылет, в каком состоянии находится транспорт и автотранспорт, и вертолеты, и самолеты. У нас достаточное количество санитарной авиации. Как долго летит, как комфортно. Я смотрел, будет еще себя больной. Санавиация, развернутая на базе областной клинической больницы, работает в круглосуточном режиме. Вертолеты с самыми высококлассными специалистами на борту готовы прилететь на помощь в любую минуту, даже в самый отдаленный район области.